Конверт с заветными билетами в руках. Уже в следующий вторник Софья с сыном отправится смотреть зажигательное танго под живую музыку в Кремлевском концертном зале. Для мамы-ребенка с диагнозом детский церебральный паралич. Выход в свет как луч счастья. Выход из дома в люди, во-первых. Это будет не школа, это будет не бассейн, не реабилитационный центр. Это будет выход с ним куда-то. Потому что по театрам мы редко с ним ходим. Акцию «Подари надежду» уже второй раз проводит благотворительный фонд «Совесть» при поддержке федерального проекта «Единая страна. Доступная среда». Сама идея зародилась, когда в Нижний Новгород приезжал Ник Вуйчич. Родителям, воспитывающим детей инвалидов, людям с ограниченными возможностями здоровья, так важно было услышать этого человека, зарядиться его позитивом, энергией. Тогда неравнодушные нижегородцы выкупили и подарили им почти 500 билетов. После выступления Ник Вуйчича к нам подходило очень много людей благодарных и говорили, что это изменило их жизнь. И они сами хотят дальше с нами сотрудничать, участвовать. Если у нас будут еще какие-то билеты, приглашать их. В этот раз благотворителю выкупили и раздали 44 билета на концерт мировых звезд аргентинского танго. Дочка прям ждет, спрашивает, когда пойдем на танцы. Положительные эмоции – самое лучшее средство реабилитации. Организаторы планируют сделать акцию регулярной. Мы поняли, что действительно эту акцию нужно дальше проводить. Но проводить ее уже немножко более широко, потому что у нас есть план встретиться с теми организациями, которые привозят сами сюда вот этих всех мировых звезд, или которые приводят различные сюда спектакли. И просто с ними договариваться, что они не все билеты на выступления вот этих артистов будут продавать, а часть билетов в рамках вот этой акции как раз будет распространяться на тех, которые бы хотели пойти, но просто не имеют финансовой возможности. К слову, до концерта еще неделя, и все, кто хочет, могут присоединиться к акции. Сделать это просто. Можно купить билеты, подарить тому, кто в нем нуждается. Если вы не знаете, кому подарить, купите электронные билеты и пришлите на почту, которая сейчас указана на вашем экране. И билет найдет своего счастливого обладателя. Ирина Стефанюк, Максим Веселов. Время новостей.